Чудеса Многолюбезные братья и сестры, мы с вами уже отпраздновали два больших праздника в Успенском посту. Изнесение Животворящего Честного Креста Господнего и Преображение Господня. Овенчает Успенский пост, который и заканчивается большим праздником Успения Божьей Матери. Именно об этом мы и поговорим сегодня с протеереем Василием Шевчуком. Сам праздник Успения показывает нам силу Божию, которую Господь проявляет в людях, заботясь о людях. Действительно, в этот день Божья Матерь успела, и православные христиане празднуют, радуются победе над смертью. Господь принял крестную смерть, своим воскресеньем победил смерть. И уже человек не подвластен смертью. Только грехи умерщвляют человека. А человек, который прорывает с Богом, творит добрые дела, тот не умирает. Мы с вами веруем, что человек не умирает, что душа вечная. И вот на примере Божьей Матери, вот в этот день, мы с вами видим, как Господь заботится о людях, и как Господь показывает победу над смертью. И Божья Матерь очень долгое время после того, как Господь вознесся на небо, молилась к Нему, к Сыну Своему Богу нашему, для того, чтобы соединиться с Ним, уйти к Нему. И вот в этот день и случилось это. Божья Матерь узнала о своей кончине от Архангела Гавриила, возрадовалась и молила Сына Своего Господа нашего Иисуса Христа, чтобы в этот день она смогла попрощаться с учениками Его. И мы с вами видим, как Господь услышал ее молитвы, и чудесным образом апостоли по воздуху, на хмарах, они прибыли в Иерусалим для того, чтобы проститься с ней. В этот день, попрощавшись с учениками, она отошла к Богу, и ученики, те, кто пребывал в то время, видели, как свет необычный спустился с неба, и они видели своего Учителя Иисуса Христа, который вместе с ангелами, архангелями, из души праведников, пророков спустился и взял душу Божией Матери. Она не претерпевала смерти и не перестает быть душа человека вечной. И Божия Матерь, вот в праздник Господь взял душу, вот показывает то, что душа праведника, душа каждого праведного человека, кто живет по заповню Божией, направляется к Богу. И Господь принимает и встречает ее. И в праздник Успения душу Божией Матери сам Господь прошел и взял на небо. Ученики пребывали в виде, только один апостол Фома не попрощался с Божией Матерью. Когда он прибыл, он уже прибыл на третий день после Успения Пресвятой Богородицы, то апостоли все это время находились возле гроба и возносили там свои молитвы. И апостол Фома желал проститься с телом Пресвятой Богородицы. Когда открыли гроб, то уже не оказалось там тела, они не увидели тело. И они уразумели то, что Господь воскресил ее, Божию Матерь, третий день. Когда вечером они уже в этот день кушали, то явилась им Божия Матерь с ангелами и сказала, что я с вами буду всегда. И они вознесли ей свои молитвы, Пресвятая Богородица, помогай нам. В этом видении Господь уверил апостолу, также всю православную церковь, то, что Божия Матерь не умерла, и что Успение это только временное такое пребывание человека. И Господь воскресил ее, и тем самым дарует нам надежды на наше с вами всеобщее воскресенье, которого мы с вами так все ждем. И в этот день мы празднуем не только само Успение Пресвятой Богородицы, но и также ее преславное воскресенье, которое Господь совершил третий день. Отец Василий, есть такая замечательная молитва, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Вот если можно, будьте добры, если переложить эту молитву на простой язык, что это значит? Божией Матерь церковью проставляется честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафима за свою добродетельную жизнь, которую она прожила. И с самого детства она пребывала в храме, пребывала в молитве, пребывала в послушании, пребывала в трудах. Вот, с самого детства она уже дала обет девства, безбрачия. Вот, Божия Матерь имела величайшую добродетель, это смирение. Смирение, которое позволяет человеку возвыситься, позволяет человеку возвыситься даже и выше ангелу. И за свою добродетельную жизнь она и называется церковью, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафиму. После своей кончины Божия Матерь прославилась, прославилась своим заступничеством, своим попечением о нас грешных людях. Мы с вами в Евангелии редко находим, когда рассказывается про Божию Матерь. Всю ее жизнь практически нету, записано вот в Евангелии. И мы познаем только через предание. А вот после славного ее успения, мы с вами знаем, сколько чудес совершила Божия Матерь. И по сегодняшний день совершает. И свидетельство это чудеса, которые мы с вами можем читать, можем слышать. И в это время мы с вами имеем возможность созерцать чудотворные иконы Божией Матери. После ее успения Божия Матерь мира не оставила и помогает всем нам. И даже в тропаре праздника успения в Рождестве детства сохранилось, и в успении мира не оставилось. Божия Матерь мира не оставила и всегда непрестанно заботится о нас с вами. О каждом человеке, кто приходит с верой, просит и молится. Святой Андрей Христо ради Еродивы, когда, будучи, пребывал он в Царстве Божьем, и хотел увидеть удел Пресвятой Владычицы Богородицы. Он видел, где пребывают праведники, пророки, святых. И хотел очень увидеть, где есть удел Божьей Матери. Но не нашел и спрашивал, и у святых говорят, что здесь нет Божьей Матери, потому что она на земле. Она на земле пребывает и молится, и помогает нам. И потому мы с вами воспеваем и восхваляем ее за ее добродетельную жизнь, что она честнейшая и славнейшая и керавим, за то, что она помогает и ходатайствует перед Сыном Своим Господу нашим Иисусом Христом за нас грешным. Отец Василий, Божью Матерь называют первой помощницей и утешительницей в скорбях, напастях и невзгодах. И, как вы сейчас сказали, в Евангелии очень мало написано о Божьей Матери. Мы не знаем ее сокровенную жизнь. Но мы знаем то, что Божья Матерь несла всю свою жизнь великую скорбь, потому что праведный Симеон сказал, и тебе само оружие придет сквозь сердце. И получается, что Божья Матерь не имела радости здесь на земле. И, может быть, поэтому она и является первой помощницей тем, кто скорбит. Или все-таки была у нее радость? Или это неизвестно? Мы с вами зачастую думаем и измеряем радость в каких-то земных благах. На самом деле, Божья Матерь была радость не земная, а духовная. Духовная радость, духовное умерение души. Потому что часто, когда мы с вами стремимся здесь, в мире, найти для себя какую-то радость, часто с вами, достигая цели, которую мы хотели достичь, мы не обретаем той радости. Потому что мир не может нам дать полностью возрадоваться, и мы не можем полностью удовлетворить все свои желания. Потому что душа человека ищет образ Божий, и ищет Бога, и только в Боге успокоение, в Боге радость. Муж и Матерь действительно претерпела много скорбей. Это и потерю Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Она видела те страдания, те мучения, ту смерть. Но возрадовалась она победе, когда Господь воскрес из мертвых и победил. Ад победил смерть, и радость была, духовная радость всегда с ней пребывала. И также Божия Матерь первая, как вы говорили, заступница за нас. Потому что, когда Господь на кресте висел, Он призвал апостола Иоанна Могослова и говорил, «Се Матерь Твоя, все Сын Твой». И тем самым мы с вами садились за детьми Божьей Матери. И Божья Матерь помогает нам, помогает как детям, духовным детям. И мы с вами к ней, как и к своей Матери, часто дети просят помощи. Так же самое мы с вами приблагаем и к Божьей Матери, как к духовной своей Матери. И просим помощи. И Божья Матерь помогает, помогает, наставляет, укрепляет и молится за нас перед Господом Богом. Мы с вами должны понимать то, что возносить молитвы мы должны из сердца своей, всей души. И возносить молитвы, и мы часто с вами молимся по нужде, когда имеем нужду. Сейчас очень много акафистов, молитвей сложенных, и мы возносим с вами по нужде. И человек действительно, когда молится, бывает, находит для себя именно ту икону, именно ту акафист, ту молитву, которая преподает ему душой, которая близка ему, близка, потому что человек имеет нужду в этом. И потому и возносит свои молитвы. И Божья Матерь помогает. И молитвы те будут услышаны, только если будет сердце наше стремиться к этому. И мы должны также и своей жизнью, и своими делами подтверждать то, что мы хотим, хотим, чтобы наша молитва была услышана. И если мы просто, без всякого внимания, без сокрушения сердца, без веры будем возносить молитвы, и сколько бы мы их не возносили, какие акафисты мы бы не читали, то помощи не будет, потому что нужна вера, нужно упование на Бога, Божию Матери, и Святых Угоднику Божьим. И возвращаясь к празднику Успения, который мы будем встречать 28 августа, Отец Василий, как нужно встречать этот праздник? Во-первых, мы должны помнить, что это духовная радость, и должны встречать молитвы, вознести свои молитвы. Кто имеет возможность, может посетить храм, там вознести свои молитвы. Кто не имеет возможности, или по делам, или по состоянию здоровья, может дома вознести свои молитвы. Мы должны как в праздник, так и во все дни постараться творить милостыню, помогать ближним, и возрадоваться в этот день, и поверить, чтобы этот день, праздник этот был толчком для нас. Потому что часто мы, когда пребываем на духовном пути, часто мы с вами останавливаемся и охлаждаемся. И вот этот праздник должен для нас быть толчком, чтобы мы творили любовь, мир, чтобы взаимопонимание было между нами, и мы должны быть сеятелем этой любови. И пускай Божья Матерь всегда непрестанно будет заступницей нашей, усердной молитвенницей перед Богом, чтобы Господь ее молитвами благословлял и укреплял всех нас.